Добрый день, мы на канале Умноход. Меня зовут Стефановская Ирина Витальевна, я фитотерапевт. И сегодня, как и многие жители нашей планеты, мы сидим дома. И наш репортаж мы ведем из деревни. Но моя задача все-таки людей как-то оптимизировать. Понятно, что все очень серьезно, с вирусом разбираются, что это за вирус, откуда он взялся. Но мне бы хотелось все-таки сделать акцент на то, что все-таки иммунитет у людей, которые занимались собой, которые лечили хронические заболевания, в том числе и паразитарные, им они, конечно, более защищены. И в наших лекциях я вам рассказывала, какие гельминты могут поражать легкие, бронхи. И вы, наверное, многие уже это прочитали, особенно наши постоянные зрители. Но немножко напомню, какие возбудители из паразитов могут нарушать ткань легочную. И питаться нашим кислородом, и брать гемоглобин, и мы можем терять даже железо. Тканевые гельминты – это так называемые тканевые гельминты или личинки, которые мигрируют через ткани легких и бронхиолог. Если миграция личинок идет через легкие, то, как правило, бывают воспаления легких или пневмонии могут быть. Если это через бронхи, значит бронхиты, это может быть и астма и так далее. То есть люди, у которых уже есть проблемы с дыханием, все-таки, на мой взгляд, нужно посмотреть, а какой вид гельминтов вы носите. Если это, допустим, аскорида, очень много есть гельминтов от морской рыбы, мы уже это знаем, да, от морских рыб можно заразиться. Это клонархоз, это паразит такой еще есть, парагонимоз, который именно может поражать легкие. Но, как показала практика меня, как фитотерапевта, в те еще времена до этой эпидемии применялись травы, были хорошие результаты. Я так понимаю, что сейчас действительно здоровье каждого человека зависит именно от его действия, от его, как он себя чувствует, как он себя видит, хочет он жить, не хочет он жить. Значит, мы должны приобретать эти знания. Я за свою 30-летнюю практику хочу делиться своими знаниями, которые у меня были на тот день и час, когда, извините, была объявлена пандемия или эпидемия вот эта страшная. И сегодня мы будем говорить о витаминах, которых, как правило, не бывает осенью и весной. И сегодня будем говорить о том, какие витамины мы можем вырастить сами, без ущерба для здоровья. Ну, понятно, все сидим дома, все смотрят передачи, все смотрят, кто смотрит телевизор, кто смотрит интернет, читают про витамины, говорят, вот это плохо, это хорошо, синтетические или какие-то витамины не усваиваются. Это, ну, тоже большой вопрос, но, то есть, БАДы. Но я хочу сказать, что, конечно, натуральные, допустим, те же травы, лук и чеснок, это доказано, это всегда во всей эпидемии работало и будет работать, кто бы, что бы не говорил. Поэтому мы сегодня устроим домашний огород. Вот. И это, опять-таки, для тех, кто не может никуда выехать. Но, на самом деле, я хочу сказать, и до того, как мы не жили в деревне, я жила и в Москве, и в Санкт-Петербурге, вот, у меня всегда, всегда на окне что-нибудь вкусненькое доросло. Вот хочу с вами поделиться. Кто даже далек от огорода, никогда в жизни не копал, не думает даже копать, советую попросить волонтеров, потому что, если вы не можете выйти из дома, да, чтобы вам купили огородную землю, обязательно из магазина, пакетик. Один пакетик, этого будет достаточно. Вот. Для... Куда можно посадить? Вот всё, что под руками есть. Съели сосиски, оставьте пару коробочек. Они, во-первых, мало места занимают, да. Вот такие очень хорошие коробочки, то же самое. Но урожай будет хороший в этих коробочках. Если съели зефир, вот такие штучки у вас остались, да, тоже можно сюда посадить. Ну, вы уже видите, что я тут постаралась. Значит, я приготовила, что, землю. Земля, видите, готовая, хорошая земля, не накопанная во дворе. Там ни в коем случае убрать нельзя землю. Берём только готовую. Вот. Я приготовила перчатки. Честно говорю, никогда имею... Только когда я работаю в огороде, я ими пользуюсь. Можно использовать вот такие перчатки. Можно использовать у женщин, у всех, кто красится, у всех есть вот такие перчаточки. Кстати, удобно. А есть ещё старый бабушкин метод, когда можно взять кусочек мыла и вот так под ногти, вот так под ногти, наскрести себе вот это мыло. Вот, видите, я вот так раз, 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 раз. И смело работать уже с землей. Вот то, что не любит вирус, так это мыло. И вот, видите, мы вот такое простое средство используем. Ну, любое мыло можно взять. Потом руки, когда моем, там уже ничего нет. Вот, видите, оно всё вымоется. Вот, сделали мы меры предосторожности. Значит, в этот период обязательно нужны. Ну, и берём баночку, видите, обычная баночка. И заполняем её землей. Вот. По поводу лука хочу сказать. Конечно, если волонтёры пойдут, или сами пойдёте, для еды берём хорошую луковицу, ну, такую вот крепенькую, видите, она плотненькая такая. А для рассады, для посадки, мы берём вот уже проросшую луковицу. Она быстрее взойдёт. Насыпали земли, полили водичкой. Лучше тёплой. Я всегда беру тёплую воду. Всегда. Даже летом. Вот. Взяли луковицу. Всё. Готово. И потом следим. Если тут водичка уже высохла, подливаем. Всё-таки лук любит воду. Имейте это в виду. Второй вариант мы берём. Из-под сосисек можно коробочку взять. Можно взять маленький горшочек. Кому как нравится, потому что у всех разные интерьеры. И понятно, что хочется, чтобы в доме было красиво. Ну, так как мы люди простые. У нас и болезни простые, как говорят, и всё простое. Вот. Берём вот эту коробочку. Полили сразу. Дырок не надо делать. Я не делаю никаких дырок, пока вот это всё выращивается. И берём уже вот такой готовый лук, который тоже продаётся в магазине, в любом супермаркете. И вот так вот мы его плотненько друг к другу сажаем. Я хочу показать, вот вчера я очередную партию, видите, посадила. И уже вот где проросший, там проросший лучок, там быстрее всё идёт. Если вы хотите, ну, совсем быстренько, чтобы у вас перо пошло, значит, вы должны просто обрезать вот эти верхушечки. Но мне торопиться некуда, потому что у меня на каждом этаже и в парнике уже есть проросший, выросший лук. А вам, а вы потренируетесь. Я хочу сказать, даже если, когда и пройдёт вот эта вся история неприятная, да, всё равно тот опыт, который мы приобретём, запасаться своими витаминами, он у вас останется навсегда. Я вам точно это говорю. Поэтому вот эти вот методы оздоровления, те особенно, кто ведут здоровый образ жизни, да, советую не покупать какие-то дорогие витамины, хотя в них, может быть, тоже что-то есть. Я ничего не отвергаю. Оборачивать свои, куда более полезные, доступные и интересные как вам будут, так и вашим детям и внукам. То есть мы вот сами себе устраиваем такой мини-огородик. Многие говорят, вот у меня вообще места нет, всё заставлено. В данном случае надо выбирать главное. А что у нас главное? Справиться с этой бедой. Вот. И сейчас я вам покажу, вот сколько времени вот это всё занимает, да, вот эта коробочка. Вы, наверное, уже заметили. Не больше двух-трёх минут. Вот. Всё. Мы вот это всё дело засадили. Ставим в светлое место. Если нет места на окне, ну поставьте куда-нибудь, где лампочка, свет какой-нибудь хоть есть. Вот видите, времени заняло у нас немного. Но две грядки мы уже посадили. А теперь я ещё просто добавлю, мы можем точно так же вырастить и чеснок. Мы можем взять только всего одну головку. У меня, к сожалению, всё уже посажено. И мы уже всю, что называется, зиму едим этот чеснок зелёный. И он, кстати, намного ядрёней, чем сам чеснок и полезней. Вот я сейчас на секундочку отойду. Вот это выращенный чеснок. То есть туда ушло, вот на ведро как бы уходят всего две головки. Но вы, ну так как мы давно уже его едим, поэтому он у нас немножко такой уже облезлый. И основной чеснок, конечно, у нас уже в хорнике начинает пёрышки давать и так далее. Вот. Что я ещё хочу сказать? Что мы можем ещё дома для себя выращивать именно в городских условиях? Значит, в прошлом году я посмотрела одну из передач на федеральном канале, очень интересную, где показывали, какой может быть кинза до полу метров сама зелень растить, да? И я попробовала это сделать. Вот я вам даже покажу. Помните, я давала вам рецепты с фенхелем, с укропом? Это трава, которая, кинза вот, да, или кориандр. Вот. Вот это вот травы, которые вы можете дома выращивать совершенно спокойно. Вот видите, вот этот фенхель, семена, целый мешок, мне подарила женщина из Краснодара в 2000 году. Мы каждый год думали, ну всё, наверное, ничего не вырастет. А у нас вот уже 20 лет я сею вот это семена фенхеля. Я, конечно, сею и укроп, но я хочу сказать, что удивительное свойство семян, живучесть их. Поэтому травы-то и дают нам силу. Они нам и повышают иммунитет на самом деле. Они помогают избавляться от слизи, от червей, там, я не знаю, от вирусов. Поэтому обязательно это нужно себе выращивать. Опять-таки взяли коробочку, насыпали, ну, допустим, вот сюда я. Много земли не надо, потом можно распикировать, да, как говорят. Можно чуть-чуть посыпать вот фенхель. А это, вот представьте, сколько семян я собрала в прошлом году от кориандра. У меня было посажено всего три растения в парнике, но они отдельно были посажены. Я не знаю, что-то больше ничего туда там, ну, кроме помидора, конечно, не сажала. И вы знаете, они выросли очень большие. И очень много семян было, и в грядке тоже. И вот целая коробка только одних семян. Вот эти семена можно использовать. Семена укропа. Помните рецепт у нас? Тмин, анис, ромашка, мята, да? Вот, это вот можно использовать и семенами, как лечебное средство от глистов, да? И можно самим заготовить себе зеленую, свежую зелень витаминную. Просто посеяв. Вот, взяли, полили, землей прикрыли, поставили. И пусть оно растет. Таким образом мы выращиваем свежую зелень для себя. Я еще раз повторю, я никаких удобрений не добавляю. Вот, можно вырастить очень хорошенькие. Вот, смотрите, какие хорошенькие. Это у нас базилик. Он может быть зеленый, он может быть фиолетовый. Вот у меня три вида базилика. Видите, ярко-зеленый даже. Вот это вот все можете делать сами. Ну, хочу сказать, что и перцы можно. Вот это вот, кстати, перец выращенный дома. Вот это красный перец выращенный дома. Я красные перцы вообще уже давно не покупаю. Вот они с этого растения уже высохшие. А видите, их снимаешь, они опять растут, растут. Вот этому цветочку где-то года три уже растению. Этому два года. Ну, это я из парника в том году достала. И это я вырастила из обычных семян. То, что мы съели в магазинный перец, посадила. Видите, растет все. То есть, если есть желание, все будет. И все, со всем исправимся. А с вами была Ирина Витальевна Стефановская. Мы на канале Умноход. Смотрите нас и дальше. Всего вам доброго. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok.